добрый день друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая я в своем рабочем виде у меня здесь готовка белья глажки вон стопа постельного мелкое все тимулькина тут какие-то пеленочки я брала для кухни теперь только для кухни их беру в общем ничего тут пока не заправлено все разбираем носочки вот уже начала складывать думаю нет я наверное сейчас выпью кофе потому что дел много вид у меня такой домашний рабочий но ничего уборку делать заниматься делами домашними нормально потом пойду готовить переоденусь конечно же все у меня на работе кирилл у меня ушел позже всех потому что он тоже хоть и к восьми но он как-то так спокойно собирается ката встает вообще в пять утра тимулю еле подняли он вчера сходил первый день ясельки пошел конечно со слезами но потом воспитательница говорит успокоился нормально там один ребеночек так сильно плакал говорит вообще мама так он плакал маму звал не привыкли ребятки после лета ходить друзья моя кофе пью уж извините пожалуйста буду иногда тут прихлебывать буду вот забрала его сразу после уроков после продленки тут продленка говорит только ребяток накормила все сразу уже пошли домой родители за ними приходят домой говорит ушли и пошла тимулю то забирать все кирюша тимуля все время путаю с друзьями я все время путаю с семенами вы уж меня извините потому что народу много впечатлений много и последних впечатлений тоже много и поэтому я все время могу я могу назвать илюшу колей кирюшей в общем муж кто знает мою семью пожалуйста не не ругайтесь в общем забрала она его рано а он говорит только только уснул ну что делать пришлось будить я же говорит не уйду домой то а потом не буду же его тут забирать сразу после сна снова идти и вот он поспал немножко тут дома побегал побегал и потом он так намаялся а я еще пекла кекс для себя я аж пекла утром на заказ а потом мы тут мы тимули вместе с тимулей пекли вот такой вот кексик смотрите такой красивый получился у меня вчера изнутри вроде накладывала так тяпля бегом 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 спешила и ничего получился вот ребята ушли за цветами и вот мы с тимулей тут кексик пекли и к вечеру то он все я смотрю уже он уже не может он уже капризничает ему хочется спать то есть я понимаю что его до девяти вечера до десяти его просто как мы говорим не промурыжить ну а что делать ну уснул ребенок он капризничает тут прикладывается ему не нравится я уж его в кресло положила два раза его кочнула уснул катя с илюши со школы с цветами приходят вечером отходили я груз ну говорю дитёта у нас во и вся расстроилась битон теперь когда ляжет ночью так вот он улегся наверное где-то в 12 но катя в 11 выключает свет надо бы конечно пораньше она выключает телевизор она выключает свет и все спать и он слушается он главное сидит с ними что-то тут делала при свете лампы или при свете компьютера да а он ведь сидит тихонечко на диване и похохочет правда там слышно в комнате сидит хохочет я люблю с кем он говорю общается наверно каких-то невидимых бабочек видит или человечков сидит накахатывает сам по себе потом успокаивается и ложится спать очень весело ребенку а утром сегодня не знаем как поднять его но не знаем подымаем он падает почему утро у нас каждый день будет веселая но постепенно привыкаем вот к этому к этой движухи то есть я одна утром не удел я стараюсь никуда ничего чтобы дай бог не помешать пусть собираются уходят потому что катя серьезная коля тут тоже илюша илюша все с дитем утром ребенка он собирает он еще только встал катя ему уже щетку зубную тащит а я что я собралась в белье поглажу носки разберу нет белье сейчас гладить не буду чуть попозже сейчас разберу носки заправлю диван снова тут пропылесошу вчера столько уборки было недавно уборку делали все все равно откуда это пыль берется холодильник большой друзья мои разморозила все в нем прибрала все у меня хорошо и большой размороженный вот этот морозилка разморожена в общем так то конечно дело такое хлопотное надо что же все вынуть и обнаружила у меня заканчиваются каши надо каши делать так что дел полно я ничего делать не хочу вот если честно ничего делать я не хочу так хорошо отдыхать так хорошо ездить в гости ну прямо красота вот честное слово я настолько наверное себя загоняю загоняю потом себя виню что я отдыхаю нафиг не хочу но буду не хочу но буду надо что-нибудь испечь вот может быть прянички кстати заканчивается так я разламываю боюсь просто накрошить поэтому так разламываю а так они очень мягкие вообще хорошие пряники не знаю а коля наверно зебру что ли с собой взял наверно не взял в общем коля выезжает на дачу сегодня вечером грех хочешь поехали я у меня фарш вынут на пельмени фарш вынут он вечером у меня уже разморозится даже не к вечеру наверное после обеда мне ведь надо лук мне надо все его подготовить раз он уже разморозился надо делать пельмени тесто у меня приготовлено в морозилке много сделано мы тогда сколь и когда делали так вот морозилку я потом делал все в морозилочку тесто прекрасное друзья мои конечно кто-то мне говорит что из заварного лучше из заварного лучше получаются чебуреки когда у меня осталось тесто немного вот этого которое делал нас коли вот делали он показывал да какое тесто чебуреки не такие я сделала там немножко фарша осталось тесто осталось думаю не буду я больше эти пельмени лепить тем более делали тут уже последнюю партию чисто для себя и что-то я подустала и сделаю несколько чебуреков вчера кирюша жарила ему конечно понравилось но не то тесто не то из заварного теста а может быть еще минералки кто-то добавляет ни разу не делала тесто с минералкой но из заварного теста чебуреки лучше они такие получаются знаете как пузыриками хорошие а пельмени кто-то мне говорит и так и так хорошо в общем у меня сделано пельмени много в морозилке они пельмени тесто друзья мои в морозилке вот этого теста сделано которая уже вот последняя то есть сделаю то и то и буду подписывать планов много сейчас позвоню насти узнаю саша до скольки друзья мои ну или линейка вчера холодина такая уже второй год первое сентября катя гость мам ты не помнишь что ли какое было в прошлый год первое сентября не помню говорю а что я я ведь не ходила в тот год вообще на первое сентября кирилл большой что я с ним что ли пойду в тот год говорит был дождь сильный холод был и была линейка на улице в этот год то же самое в те года такие вот я вот никогда не забуду говорю кирюшкина первое сентября но когда было жарко когда была красота музыка гремит но сделайте ли на улице ну сделайте нет всех в зал в душной и вот вчера линейка была на улице холодина такая я пошла там издалека посмотрела народу там полно фотографии вот фотографии я поставлю покажу какой санька у нас с цветами стоял и потом с настей созваниваемся я их к ним не подходила потом у них классный час и потом позвонила говорю приходите я часики отдам не стала там при всех она говорит хорошо придем а так я не отдала потому что мы их налаживали же еще вчера до конца проверяли кнопку сос проверили с часов позвонили часы кстати не розовые а красные мальчишкам тоже покупают красные часы ничего страшного посмотрите в красной кирюхиной футболке она им мало 100 по плечам так что ничего страшного ребята тоже носят красные этот цвет хороший и то что красные часы ничего страшного я считаю он маленький еще ребенок какие тут могут быть не знаю догадки если только деть детей дома научили черти чему то может быть и что-то и будут говорить я не думаю что первый третий класс там дети смотрят мы же не розовые купили да и не как говорится не в цветочек так что нормально все часы хорошие все проверили проверили в телефоне я а кстати я же обещала вам показать тогда в телефоне и приложение есть и все что угодно можно сделать но это надо такие мозги у меня не такие вот если честно у меня вообще не такие вот тут и видеосвязь есть тут голосовые сообщения игры игры развивающие игры для первоклассников потом мерять температуру и будильник события все настройки в общем очень очень хорошие часы ну естественно вы понимаете да что это я просто говорю о том что эти часы купили никакая тут не реклама вообще смешно даже если кто-то даже об этом подумает хорошая марка марка марку часов даже вам не называю потому что мне не выговорить и я не помню как она называется в общем что друзья мои коля говорит поехали на дачу холодно говорит там правда но дрова естественно есть я говорит буду доделывать дела обещает холод сижу не пью кофе-то у меня же дела стоят но я надеюсь что друзья только это может неделя будет такая мне кажется что еще впереди почему-то что-то мне подсказывает что осень будет теплая но бабье лето по любому будет оно есть каждый раз может быть когда она бывает очень жаркое хорошее да а может и прохладнее немножко но холод такой знаете вышла с дождем вышла утром сняла белье постельное думаю пойду встряхну я все время его встряхиваю прежде чем стирать вышло ничего себе вообще осень чувствуется осень я говорю причитаем причитаем да когда жара вот еще вот есть регионы наверное вот с теплом с жаркой погодой у нас уже все друзья уже ну север и север вон витрина такая в общем я конечно не понимаю как у нас ой конфетка упала тут же конфеты друзья я вчера вот делала шорт сейчас я вам покажу может быть кто-то не видел тут же вон посмотрите у меня посмотрите вот здесь вот конфеты ну такие цветочки сделаны внутри рафаэлки а это сахарные розы посмотрите поближе покажу вот катюшки тут подарили сахарные розы потом значит вот эти вот корзину ну тут Коля уже значит что то может а шоколадки уже Кирюшка взял Коля взял с собой сразу говорит повезу на дачу тут живые цветы и конфеты это конечно вообще здорово но мне как нравится гладиолус друзья он бледно-сиреневого цвета какая же красота и еще вот эти конфеты ромашки тоже в шорце были Катя говорит надо их кушать и говорит мы же не можем все это сажать-то разом тут пожалуйста тут из ефира чекопай и что только нет вот видите люди какие вот креативные да вот что только не придумают вот я например насчет этого я вообще не такая у меня бы вот ну не знаю если я сделать сделаю я так же сделаю но сообразить как вот это сделать у меня в голову даже такое не приходит и столько говорит мама у меня там цветов еще столько хризантема такие гладиолусы что только нету а она просила говорит друзья мои нет друзья мои это я к вам обращаюсь она к родителям говорит что вы говорит мне она же все время говорит вы не дарите мне цветов не надо я понимаю вам хочется там чтобы ребенок с цветочком пошел давайте говорит те деньги которые вы вот тратите на цветы давайте мы говорит лучше их на благотворительность потратим она же занимается благотворительностью что-то там делает не буду подробно рассказывать это может быть она вам расскажет и говорит вот эти деньги это же все дорого у кого-то может свои цветы да вот эти вот видно что вот покупные цветы конечно много цветов сейчас люди выращивают но очень многое покупают говорит вот такие деньги тратите я говорю денег ваших жалко давайте их в дело в какое-нибудь а все равно ей много всего нанесли и кто-то ей на благотворительность и все в общем и она снова вся в цветах но я ничего вроде бы как я на ночь их убрала вот туда на холодильник на морозилку потому что Илюша у нас тоже у него такая аллергия немного есть на цветы в общем ой друзья не знаю заниматься надо делами я высижу и ладно я ничего я сейчас соберусь соберусь я обязательно соберусь мне надо протопить камин позвонила мне сегодня Лана говорит у нас очень холодно дома говорит холодно а батареи у них так много я ведь вам даже не показала обзор квартиры поедем обязательно мы с Колей собираемся поедем я покажу ну там столько там вот тут секция батарей например около окна идет потом здесь вот по стене снова огромная секция когда строили дома когда вот проводили отопление там предугадали все и зимой там вот прежние жильцы они же очень хорошо знают у них там напротив дом даже свой зимой говорит жарища такая а сейчас холодно я говорю ребята пока есть деньги делайте балконы делайте балконы все равно будет теплее потому что балкон он же будет застеклен он же будет сейчас такие балконы красивые делают я говорю пока есть возможность она хотела посильнее побольше внести значит в в ипотеку я говорю успеешь успеешь ты не торопись сделай пока деньги есть сделайте балконы потому что впереди зима балкон все равно он да и пелье висит хорошо но быстрее будет сохнуть ну в общем пусть сами разбираются я конечно советы даю когда ты и прислушиваться но я бы так например сделала так что в общем там ремонт собираются делать и тут ремонт новый год нас зовут к себе до нового года я говорю далеко а где там далеко посмотрите он новый год вообще не за горами сейчас учебный год только недели полетят только недели моментом моментом сижу друзья мои все равно кофе пью кофе хочется выпить бусинка моя и бусинка то и придет с нами поспит и с кирюшей поспит и к ребятам тоже приляжет и на кресло приляжет в общем со всеми наша бусинка всех своим вниманием такая она легонькая такая мягкая прямо мы ее обожаем эту бусинку обожаем да целоваться надо не не будем не будем беги давай все беги ей бы полоскаться бы она такая у нас Тимуля все любит с ней она вылеживает и Тимуля с ней ложится вот а Саню конечно надо бы может взять на выходные если не поеду то наверное возьму по крайней мере там кровать большая хоть со мной будет спать а так спать негде даже вот раскладушку на ночь негде поставить ребята тут втроем ютятся на диване он конечно широкий но принесите хоть раскладушку чтобы хоть иногда знаете Тимуля у нас он же развалится как царек сейчас буду затапливать друзья мои камин потому что давно не топила посмотрю сколько у меня брикетов надо заказывать брикеты батареи хоть и есть у нас центральное отопление у нас есть батареи у нас есть проведена ну у нас есть вода в доме если вот кто не знает да мне тут спрашивают люди даже с которым вот ватсапе общаюсь изредка да вот кому то все равно интересно кто то не пишет в общих комментариях спрашивает какие дома вроде деревянные есть ли условия конечно есть здесь у всех есть условия у всех есть отопление у всех есть вода холодная титана мы ставим кстати у ребят в онеге тоже титан титан поставили на кухне и поставили у них титан еще остался от прежних хозяев титан в ванной комнате то есть я когда приезжала на кухне у них титана не было не было горячей воды у них есть посудомойка но все равно где-то что-то ополоснуть все равно горячая вода нужна да вот Паша титан поставила мне фотографию высылает все говорит у нас титан есть титан теперь ну слава богу в общем квартира у нас здесь благоустроенная дошла от тем это у нас тоже тут горячей воды правда нету а нам водонагреватели нам хватает даже сейчас большая семья нам это хватает все успевают и намыться на усиленную кнопку включаешь и вообще прекрасно друзья мои мне сейчас ребята уезжают из дома сейчас дети едут учиться в другие города лады кто в Архангельске из Архангельска тоже стремятся куда-то уехать потому что многие в Архангельске не учатся кто-то едет в Ярославль кто-то едет в Питер кто-то еще в Москву в общем люди уезжают и уезжают отпускают родителей детей своих во взрослый мир детям ну что тут после девятого класса если раньше было после восьмого четырнадцать лет да ну почти пятнадцать уезжали ну сейчас тоже на год как постарше тоже мозгов то как говорится отпусти-ка их во взрослую жизнь это вообще вот у меня Кирилл например в этом году сам себя одевал в плане в том что Катя с ним съездила один раз говорит больше я с ним не поеду это я вам просто сейчас как пример больше не поеду потому что ему это не нравится то не нравится и он решил значит в следующий раз ехать с другом со своим прекрасно себе выбрал одежду прекрасно себе выбрал обувь прекрасно значит единственное что он советуется со мной по целом он мне говорит мама вот это вот это я говорю ты носить будешь буду стоит столько-то столько-то можно потратить но я смотрю вроде бы как по цене сейчас все дорого ну все дорого ребята девать это вообще ну ладно покупай что папа заработал тут покупай вот я к чему говорю а еще говорит мам мы говорит все сделали можно ли нам в кафе сходить ну давай сходи есть друзья мои перегрелась снова камера я кофе допила вот на чем я закончила говорила я о том что вот он сходил в магазин у меня Кирюша и потом позвонил можно ли там в кафе зайти вот они там с друзьями потом он второй раз еще за чем-то ездил я к тому что дети выбираются да куда-то выбираются с друзьями они чувствуют себя взрослыми и страшно так их отпускать куда-то вообще я не представляю хорошо что мы вот в городе я еще не знаю у меня куда Кирюша потом рванет после девятого класса ну наверное все таки десятый одиннадцатый он будет здесь учиться хотя кто его знает сегодня так а завтра так вот друзья мои я хочу вам рассказать историю Лана мне разрешила рассказать историю как она поехала работать в другой город потому что в котором городе она жила в каком городе она жила она там ну не могла может как-то себя реализовать нет она могла могла прекрасно себя реализовать но просто захотелось ей в другой город другую жизнь как мы говорим погнаться за другими заработками где говорят много зарабатываешь я вам обязательно расскажу об этом следующем видео так что сейчас я отключусь буду делать носочки буду вам рассказывать